Теперь будет как будто совсем другая. Я задаю произвольно на некотором куске плоскости и после этого получаю автоматически... Ну и дальше осталось показать, что эта конструкция работает. Числа я буду писать в точках с целыми координатами. Идею понимаете? То есть в каждой точке с целыми координатами будет соответствовать числу, которое в ней написано. А правило будет, собственно говоря, то же самое. Ну то есть если угодно, разбиение на клеточке будет происходить вот таким образом. Я проведу все полосы в пивы, они делят плоскость на такие области. Это для того, чтобы ответ был в принципе более симпатичный. Я надеюсь, что вы меня все поймете. Значит, итак, вот они вот у нас координаты, да? Вот это вот, пусть все здесь. И у меня вот тоже жирная у меня плюс координаты. Два, три, четыре. И сюда тоже пишу. Два, три, четыре. Числа один, два, три, четыре, пять бесконечности. Теперь ужасно интересно, что будет здесь. И что в этом пределе? Ай, три. Замечательно, что будет здесь? Ну, 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 ну. Трихты три на единицу больше, чем два, да? Четыре. Здесь будет четыре. Так, здесь будет что? Четыре. Ребята, приглядитесь, пожалуйста. Что это за числа такие? Ой, а почему шесть? Да, шесть, шесть. Что это за числа? Они просто идут, что? Х плюс у, края из шести. Ну, не совсем. Ну, давайте подумаем. Здесь вот х равно нулю, и у равно нулю, а число единиц. Ой, ну, х плюс х плюс один. На самом деле, а вот, и х, unterschied. Модуль х плюс модуль единиц. Плюс 0 и 2 plus 1. Но согласитесь, что формула не сложная. Согласитесь, что формула не сложная. Никаких тебе чисел, да? Фибоначчи, вот, все понятно. Так, кстати, а как вы проверите, что у нас занято? Давайте подумаем. Вот у нас есть диагональка, на ней написано число n, n, здесь написано n-1, здесь написано n-1. Все понимают, что это любимая из школы формула? Да. Это любимая формула n-1 умножить n-1, так и n-1. Замечательно. А дальше настоящая работа. Будьте здоровы. Забудьте. Нижняя работа. И вверх. Ну, квадрат. 17. 17, потому что 85-84. И дальше. Бак еще. Что? 20. 20-23, вы абсолютно правы. Если предвидеться, 2, 5, 8. Здесь альфметическая прогрессия с радостью 3. А, кстати, первый столбик будет альфметической прогрессии. 12. 1. 1. Альфметическая прогрессия с радостью 1, рядышком с радостью 3, рядышком с радостью 5. 7. 2. 1. Так с радостью 5 я не могу писать быстро. Понимаете? Я не должен перемножать ничего. Что там будет? 28, да? 33, 38. А здесь с радостью? 7. 7. Ребята, это что? А следующие? Не, не, не. Сначала напишу. 11. Я сначала напишу. А следующие с радостью? 9. 9. 14, 23, 32, 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 38, 32, 33, 33, 38, 39, 39, 39, 50, 30, 61, 61, 72, 32, 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 32 98. Последний столбец пишу. 15. Нет, и плюс 13, и плюс 15. Значит, будет 23, 38, 53, 68, 83, 98 и 113. Ребята, если сейчас 85 умножить на 113, минус 98 в квадрате, даже в единицу, то это будет 6. 9605, 98 в квадрате. Да, 9604 в единицу. То есть все хорошо. Ну, ребята, давайте проверять, что сейчас надо сделать. На самом деле, понятно, что надо написать формулу. Можно формулу сказать? Да, пожалуйста. Если надо назначить номер с полоса, с а есть номер с точки зрения, формулу будет так. 2х и у, это минус x, минус 1, плюс 1. Это вы буквой x обозначили номер столбца, да? Давайте поймем, почему. Давайте поймем... Ну, то есть вот x, как вот это, 1, 2, 3, да? Да. И y, как вот это, 1, 2, 3. Вот, так, x надо умножить на 2y, минус 1. x умножить на 2y, минус 1. После этого надо отсюда вычесть y. Если x равен 1, то получается 2y, минус 1, минус 1, минус 1, проще говоря, получается y. То есть в первом станции все замечательно. А если x движется, то действительно архитическая прогрессия с разностью 2y, минус 1. То есть по этой строке архитическая прогрессия с разностью 1, ну, замечательно. Замечательно. Единственное, у нас были чуть-чуть другие обозначения. Помните, у нас был что? У нас здесь был 0, а вы хотите, чтобы здесь была 1, да? Вот, поэтому если вот в наших обозначениях на координатной плоскости, то тогда надо вот вместо этого x написать модуль x плюс 1. И вместо y надо тоже, соответственно, написать модуль y плюс 1. Ну, кстати, давайте посмотрим. Значит, ребята, 2 модуль x плюс 1 умножить на модуль y плюс 1, минус модуль x минус 1, минус модуль y минус 1, и еще плюс 1. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, что это такое. 2 модуль x плюс 2, минус 1, и все. Давайте посмотрим. Возникает вопрос, собственно говоря, почему такое дождество будет верным.